Заволжский район очистные сооружения. В апреле здесь приступили к строительству первой в Ульямске станции ультрафиолетового обеззараживания. Она сможет очищать более 36 миллионов кубометров сточных вод. Сейчас же это происходит с помощью хлора. Хлор – это мощное обеззараживающее средство, но при взаимодействии хлора со сточными водами образуются хлороорганические соединения, которые являются при превышении канцерогенными. Они влияют на биофауну в Кубышевском водохранилище, также дальше по течению находятся водозаборные сооружения других городов. То есть все это может влиять и на здоровье наших граждан. Трехэтапная модернизация строительства станции, после появится биологическая очистка, следом механической и обработка осадков сточных вод. Принцип работы – это новейшие технологии облучения молекул воды ультрафиолетовыми лучами, которые на последней стадии убивают все бактерии болезнетворные, которые могут провоцировать кишечные заболевания и прочие кожные раздражения и заболевания. Работают в две смены, идут по графику. Подрядная организация обещает завершить работу в октябре. Уже в 2021 году сточные воды пройдут ультрафиолетовое обеззараживание. В августе месяце заканчиваем все основные бетонные работы. Производим вывоз опаловки, подготовки площадки под металлоконструкции. Металлоконструкции изготовлены, уже готовы, лежат на нашей базе, на наших предприятиях. Аналогичная станция в этом году появится и в Новоульяновске. Также в федеральную программу попали очистные сооружения Димитровграда, Барыша и Инзы. Задача до 2024 года снизить в три раза объем отводимых в Волгу загрязненных сточных вод.